Приветствую вас на канале DeepPixel. Я не мог не заметить, насколько вам понравилась еврейская мудрость. Поэтому я подготовил для вас еще три увлекательные еврейские притчи. Искренне надеюсь, что они помогут вам научиться ценить то, что у вас есть, и откроют новые горизонты мысли и восприятия. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А я начинаю. В небольшом красивом месте, окруженном старыми деревьями, был маленький городок. В центре этого городка жил раввин, чья мудрость была так же глубока, как корни древних деревьев, окружавших его дом. Его слова всегда находили отклик в сердцах жителей, и его советы были для них маяком в море сомнений. Однако нашлась душа, омраченная тенью зависти и злобы, которая решила поколебать доверие кроввину, распустив о нем клеветнические слухи. Эти слухи, словно семена сорняков, быстро распространились по городу, сея сомнения и раздор. Но время вечной судья вскоре открыло глаза заблудшей душе на ее злодеяние, и она, осознав свою ошибку, поспешила к раввину за прощением, желая исправить содеянное. Раввин, встретив его с мудрой улыбкой, предложил пройти испытание. Он принес мешок, наполненный самыми легкими и нежными перьями, какие только можно было найти, и отведя его на вершину холма, где разорвал мешок. Перья, словно птицы, обретшие свободу, разлетелись во все стороны, танцуя в воздушных потоках. «Теперь иди и собери их все обратно», мягко произнес Раввин. Мужчина, погрузившись в раздумья над этой задачей, вскоре осознал ее невозможность. «Как и эти перья, разнесенные ветром, так и слова, что были произнесены тобой, разлетелись слишком далеко. Их невозможно собрать обратно», — сказал Раввин, заключая урок о необратимости сказанного и о том, как легко можно ранить или исцелить словом. Давным-давно в пустыне, где пески хранят многовековые тайны, один скиталец, исследуя безбрежные просторы, наткнулся на необычайный камень. Его формы были грубы, но внутри скрывалось что-то, привлекающее внимание. Понимая, что его находка может быть необычной, мужчина решил обратиться за советом к мудрецу, живущему на краю пустыни, известному своими глубокими знаниями и проницательностью. Прибыв к жилищу мудреца, скиталец представил ему найденный камень, с надеждой узнать, не кроется ли в этом простом на вид объекте что-то ценное. Мудрец, взяв камень в руки, внимательно осмотрел его под лучами заходящего солнца, и его глаза заблестели узнаванием. Со словами полными весомости и мудрости он обратился к скитальцу. Это не просто камень, а самый дорогой алмаз в мире. Слова мудреца поразили мужчину, ведь он не мог понять, как такое сокровище могло оказаться забытым среди безжизненных песков. На его вопрос о том, как драгоценный камень мог оказаться в таком месте, мудрец ответил с улыбкой. Каждый камень может быть драгоценным, если знать его истинную ценность. Так же, как и каждый человек является бесценным сокровищем, если мы умеем видеть в нем внутренний потенциал и достоинство. Эти слова озарили скитальца пониманием того, что настоящая ценность часто скрыта от глаз, и что в мире вокруг нас полно необнаруженных сокровищ, ждущих своего часа быть узнанными. В далекой стране, где пески пустыни сменяются пышными оазисами, жил-был бедняк, сердце которого было полно радости, и богач, душа которого тосковала от невидимого бремени богатства. Однажды бедняк пришел к богатому человеку и спросил его, почему он всегда чувствует себя несчастным, несмотря на все свои богатства, в то время как сам бедняк, не имея почти ничего, чувствует себя счастливым. Богатый человек ответил, «Я всегда хочу больше и никогда не удовлетворен тем, что у меня есть. Мое богатство заставляет меня постоянно беспокоиться о том, как сохранить его и приумножить». Тогда бедняк сказал, «Моя тайна проста. Я благодарен за каждую малость, которую имею, и не стремлюсь к тому, чего у меня нет. Моя благодарность приносит мне удовлетворение и счастье». Дорогие зрители, цените то, что у вас есть, и находите счастье в простых вещах. Запомните, что истинное удовлетворение не всегда связано с материальным богатством, а скорее с нашей способностью быть благодарными и удовлетворенными нашей жизнью. А я надеюсь, что тебе понравилось видео, и ты поддержишь мои старания лайком и подпиской на меня. Для меня очень важно видеть, что тебе нравится мой формат. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.